Всем привет, с вами Музей Роботов Трансформеров и сегодня у нас на обзоре модель трансформера Luke Skywalker, персонаж вселенной Звездных Войн, выполненный в образе трансформируемой модели. Данная модель выпускалась в содружестве с LucasArts в 2005 году, эта модель трансформера трансформируется в X-Wing, космический корабль вселенной Звездных Войн. Это интересное содружество, интересная идея объединить механику трансформации и известных персонажей с известными космическими кораблями Звездных Войн. В комплекте он идет с интересным лазерным мечом, далее он имеет определенную степень подвижности, руки вращаются, руки поворачиваются, кисти, кисти, кисти вроде бы тоже должны поворачиваться. Да, кисти тоже вращаются, но очень жестко, голова может вращаться, ноги можно чуть-чуть поднять вперед, чуть-чуть опустить назад и к колену, у колена есть, есть определенная степень подвижности. Так что, конструкторы, кто это придумывал, постарались передать еще и подвижность человеческого тела. Ну давайте, трансформация мы прячем голову вовнутрь, фиксируем, далее занимаемся вот этой частью, выравниваем, соединяем. Что приятно, у этого трансформера в режиме космического корабля присутствует кабина пилота. Вот она есть, ее можно закрыть стеклом. Далее прячем руки, вот сюда, прячем руки сюда же, эту часть выравниваем аккуратно вот так, да, здесь есть съемное орудие, оно может выстреливаться как торпеда. Утравляем эту часть, да, она вот выпадывает. Да, можно заметить, что часть пластика уже желтеет. Это проблема любого пластика, со временем, особенно белый пластик, начинает желтеть. Далее мы смыкаем вместе руки, крылья, это в обычном режиме, крылья имеют вот такую форму, соединенная. Так, ну и вот наш X-Wing трансформирован. Меч можно присоединить к фиксатору внизу. Сверху порт для дроида, R2-D2. Пускайкетели, так, давайте попробуем это сейчас разделить на X. X-Wing, думаю, для фанатов вселенной Звездных войн это что-то культовое. Ну вот можно его поставить. Сложенными крыльями он стоит хорошо. Кабина. Жаль, нет миниатюрного пилота, можно было бы посадить и Люк Скайуокер везет Люкой Скайуокера. Это было бы достаточно забавно. Хорошо, трансформируем обратно, складываем крылья назад. Они соединяются, эти штучки можно поднять кверху. Далее поднимаем руки, поворачиваем сюда, опускаем. Открываем кабину, выводим ее назад. Защитные панели, можно их вот сюда вывести. Разделяем ноги, отгибаем эту часть, поворачиваем эту, выводим ступню вперед. Голова. Фиксируем. Шлем у него несъемный. А было бы интересно посмотреть на лицо. Бегом в руки. И в принципе на этом можно завершать обзор. Отдельно хочется сказать огромные слова благодарности человеку, благодаря которому эта модель появилась в музее роботов-трансформеров. Лев Сараев огромная благодарность за этот бесценный дар в фонд музея. А все остальные, подписывайтесь к нам на канал и ставьте лайки. Это важно для канала трансформеров. И приезжайте в музей, это важно всем и вам и нам. На этом до свидания и до скорых встреч. До свидания и до свидания. Продолжение следует...